Рекомендую к просмотру канал Moose. Автор занимается интересными роликами по модификациям в различных играх, от серии Fallout до GTA. Хочешь графически преобразить игру? Посмотреть на физику в разных частях серии или же вовсе сделать из своей GTA русскую версию? Moose тебе в этом поможет, а через некоторое время выйдет обзор глобального мода GTA 5 Vice City. Советую заглянуть и оценить. Ссылка на его канал будет в описании к ролику. GTA Vice City с одним ХП. Легендарное долгожданное возвращение. Добрый день всем, с вами Спектр и мы с вами продолжаем мучиться версия 4.0. Ну как, я продолжаю мучиться, вы продолжаете за этим наблюдать. Итак, следующая миссия у нас. Возвращайся, когда завершишься это данное с байкером. Интересный шаг, поэтому, значит что, давайте-ка его все-таки придерживаться. И, друзья, надеюсь, в честь возвращения данной рубрики эта серия наберет хотя бы полторы тысячи пальцев вверх. Спасибо всем за поддержку и мы с вами продолжаем. Итак, следующая миссия у нас называется «Против общества». А, да, я вспомнил, я специально эту миссию хотел оставить на будущую серию. Вообще, смотрите, мне нужно за две минуты, да, заполнить этот хаосометр, но проблема, да, у меня как бы одно ХП на все про все. Поэтому давай сразу сагрим полицию. При заполнении шкалы будет слышен звук, продолжай в том же духе. Смотри, у меня есть небольшая тактика. Надеюсь, полиция не дострелит до меня, когда я нахожусь вот здесь вот наверху. Отлично, хаосометр готов. Да, единственная проблема это этот вертолет, потому что он-то по мне может стрелять, но здесь, в всяком случае, сейф у меня будет очень близко. Так, готово. Вертолет. Не стоит этого делать. У меня нету больше какого-то нормального оружия, чтобы пытаться противостоять ему. А может, прямо вот сюда в пиксель попробовать пострелять ему? Давай, Томми, мы это сделаем. Еще, еще. В общем, по два раза шкала заполняется, как только я бегаю с этой узишкой. Это была одна из самых изичных миссий за всю историю. Слушайте, это было реально просто. Я думал, что с этой серией у меня будут колоссальные проблемы. А теперь я покажу вам мини-лайфхак. Три звезды розыска. Просто берем и загружаем игру. Профит звезд нету. А вот мою ХП, к сожалению, никуда не подевалась. И следующая миссия у нас называется «Под седлом чужака». Вообще, мне больше нравился какой-то кривой пиратский перевод под названием «Боров связан». Но да ладно. Итак, у меня нет никакого плана по прохождению этой миссии. Единственное, что я знаю, я вряд ли на мотоцикле в этот раз смогу туда просто втиснуться и украсть это дело, правильно? Есть у меня тут один план, который я придумал буквально за 20 секунд, пока произносил основной текст. Как говорится, все, полетели. Нам нужно заехать вот сюда. И мне нужно взять VCN Maverick. План заключается в небольшом спидране, скажем так. То есть я забираю вертушку, я сразу же сажаю ее около Ангела Митча. Блин, офигеть, я столько не играл в I-City, что даже забыл, как этими мэвериками-то управлять. А, ну и просто сваливаю. Как вам план? Офигенный, надежный самое главное. Смотрите, пушки наши все, спидран наши все. А, у нас маленькая проблема, народ. Там рядом с байком стоят два чела. Не, ладно, есть и второй вариант. Мы можем просто убить всех челов, даже тех, которые респавнятся, и просто украсть байк обратно. Ну, в общем, ладно, смотрите, на протяжении следующих 20 секунд вот мне придется слушать, как там на меня орут вот эти вот члены банды Бурита. Да, и при этом мне еще нужно как-то с ними расправиться, потому что без этого я байк просто не смогу забрать, верно? Офигеть, они еще и попасть ведь по мне могут здесь. Это одно из самых худших заданий для прохождения с одним ХП, я вам говорю серьезно. Гранату ловите, пацаны. Капец. Эмм, да. Мне хватило просто умереть даже от сердечного приступа. Зачем вообще заморачиваться, правда? Подобные прохождения заставляют тебя придумывать какие-то классные тактики. Я не помню, можно ли перебить вообще всех челов, которые там респавнятся. Возможно, это было несколько лет назад, но этого я уже точно не помню. В любом случае, есть стандартный план. То есть просто залететь на самом мотоцикле прямо туда. Это один из самых худших планов, который мне мог только прийти в голову прямо сейчас. Что? Что? О! Вы это видели? Меня просто телепортировало в рандомную точку на карте какую-то. Попытка номер 30. Запрыгиваем сюда. Запрыгиваем вот сюда. Слушайте, по-моему, по стелсу эту миссию вообще нереально пройти на самом деле. Слушай, а если как вариант, допустим, просто отвезти их подальше, это сработает или нет? Слушай, вот сколько я тут не стою, не пытаюсь уничтожать всех челов, по-моему, результата никакого нет, поэтому мне сейчас придется предпринять немного другие меры. Офигеть. Один-единнадцатый чувак в итоге просто прошелся, прошел вбок и просто застрелил меня. Тоже быстро. Тоже нормально. Отлично. Смотри-ка, смотри, 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 меняем шило на мыло и просто сваливаем отсюда. Офигеть, зачем нужны какие-то эти оборонительные тактики, бла-бла-бла, если можно просто сделать вот так? Так, слушай, если эта попытка будет удачной, я просто офигею. Так, банда бурита выехала за мной, тут надо тормознуть маленько, чтобы они, да, маленько так тоже тормознули. У меня аж пальцы трясутся просто, не могу нажимать на нужные клавиши. Так, останавливаемся в маркере и... Фух Офигеть, нет, на самом деле я потратил много попыток на это Но хорошо, что сейв всегда был рядом То есть не так обидно было проигрывать каждый раз задание В отличии от Сан Андреса Значит, задание на Мича Бекера мы, Сань, сделали Теперь можно двигаться, в принципе, дальше Легендарное возвращение к группе Love Fist И у нас с вами последнее задание под названием Кажется, рекламный тур оно должно называться В общем, одна из тех писей, на которых я могу просто спокойно передохнуть Но если б не телефонный звонок А, да, Митч, ты молодец, Томми, ты с одним хп, короче, украл, вернул мой байк, вернее, поэтому всё, я буду работать на Кента Пола Итак, миссия называется промо-акция, а, ну да, конечно Кстати, напомню, что эту миссию нельзя проходить с выключенным огранчителем кадров Да, поэтому у меня стоит лок на 60 фпс Ага, угу, бывает Слушайте, наконец-то они обезвредили эту долбанную бомбу На самом деле, в детстве была одна из самых ужасных для меня миссий Потому что я, во-первых, не знал, что нужно делать То есть я и выпрыгивал из лимузина, это не помогало Не помогало и топил лимузин, пока, наконец, просто решил не поездить И не узнал, что, да, оказывается, они должны именно отключить бомбу, чертовы алкаши Задание выполнено 8 тысяч долларов Ну что, вы думаете, на этом мы закончим? Не-е-е, нет, далеко не всё, мы с вами продолжаем дальше И следующая миссия называется клюшка номер 4 Стоп, подожди, я не выполнял ни одного задания на Эвере Керрингтона? Нифига себе Вот это сюжетный поворот, однако Ладно Давайте тогда её хотя бы одну выполним, а дальше уже посмотрим, как пойдёт Вот единственный вопрос, который у меня сейчас появился в голове Когда уже, наконец-то, выйдет релизная версия мода Shine on Vice? Я так скучаю по нему Отличный был... Отличное было начало 19-го года, между прочим Впервые за всё время, что я играю в Vice City Буду проходить эту миссию способом, который мне постоянно советовали подписчики и зрители Вот так вот мы это сделаем То есть, вместо того, чтобы проходить через детекторы, сдавать всё оружие Хотя, в принципе, эта миссия несложная, её можно пройти и с клюшкой спокойно, с одной Сделаем маленько по-другому Как говорится, когда раз не в 21 год попробовать эту тактику, наконец-то испробовать в деле Из-за смиииии ПАМ! Отличное Вот так надо проходить все миссии Блин, основы спидрана Изи пизди, лемон сквизи Некст задание называется Избавление от супруги Ну, я бы тоже сказал, что это да-да-да Очень лёгкое задание, чувак Всё, что тебе нужно будет делать, это таранить её автомобиль Знаете просто, почему я их прохожу? Когда будет 4-5 миссия На этого мистера Блэка загадочного Я думаю, что там как раз-таки и будет самая настоящая жесть Поэтому нужно к ней медленными шагами приближаться О май гад, говори Все, поехали Кажется, у меня сейчас этой миссии возникнет маленькая проблема У меня как бы у самого-то авто уже дымит Слушайте, что будет быстрее, мое авто загорится или ее авто загорится? Ну, правильно, это был риторический вопрос Потому что ответ и так предрешен, в принципе Заодно, кстати, Эсперанто подпалил Кстати, спасибо, что она возвращается ко мне обратно До свидания И я сваливаю с места ДТП До свидания Спасибо, миссия выполнена Это было клево Я уже совсем забыл про этого мистера Блэка Но третью миссию мы пока трогать не будем То же самое, как в вертолете Кстати, потом нужно будет покупать недвижимость Напишите, пожалуйста, в комментариях, какую недвижимость нужно купить Но, наверное, первым делом нужно будет выкупить Саншайн Авто Потому что, благодаря ему, я смогу хотя бы бабло фармить в GTA Vice City Это не третья часть и не Сан-Андрес Где есть чит-код на деньги Здесь, к сожалению, такого нету Ну что, народ, красиво завершим тогда сегодняшнюю серию С заданием под названием Копланти Можно было просто землекопов назвать, ну да ладно Итак, это будет очень сложное задание Почему? Нет, ладно, оно будет полегче, чем первая миссия Когда я витрины разбивал Да, я помню, это просто жесть была лютая Ну ладно Здесь, в принципе, все изи Смотри, мы агрим копов Мы едем в мол, все нормально Мы взрываем там кафешку местную Это нормально Но потом, когда надо будет выбраться наружу В общем, 500 звезд полиции Вот это будет жесть Потому что, как только ты выходишь Напомню, да, полицейский сразу спавнится на тебе Так, ладно, агрим полицейских сюда Давайте Из машины, главное, выходите Все, я не вооружен Идите сюда Я не вооружен Закрывайся Дверь, дверь Закрывайся Чем была заблокирована дверь гаража? Там никого не было Игра, ты что, больная, что ли? Оба Сюда Подошли Не-не, ты там, это, не стреляй Ты сюда Беги, главное Да зайди ты в долбанный гараж уже Камон, чуваки Ну, искусственный интеллект Ну, что происходит? Окей Это я еще сказал то, что вот эта часть будет легкой, да? И я сразу же пожалел о сказанных словах Представьте, что будет, когда я Уже взорвут самую кафешку И мне нужно будет выйти на улицу к отреспавненным копам Окей, ладно Более-менее Наконец-то это получилось сделать Единственное Лэнса, кстати, нужно использовать в качестве прикрытия Почему я до этого догадался только сейчас, не знаю Ладно, здесь за углом находится полицейская машина На ней мы отправимся Вообще, кстати, лояльнее всего было бы взять здесь вертолет Но мне лень до него ехать сейчас Плюс не факт, что именно эта попытка будет у меня самой удачной О, нет А вот к такому я не был готов Лэнс, чувак, беги Чувак, беги Ты же меня не... Фух, он не заруинил мне задание Здравствуйте, офицер Классный значок, классный значок Эм... Так вот, устанавливаем это дело Жалко, что нельзя сразу на улицу выбежать Так, ладно, северный торговый мол Ну, с этими подкреплениями, по идее, ну, наплевать, да, должно быть? Они же меня не убьют сразу с первого выстрела Не-не-не-не Ладно, здесь все норм Расправимся с этими подкреплениями Так, Лэнс, брат, садись Давай-давай-давай Сейчас главное, чтобы ты меня ничего не заруинил Отлично На самом деле, хорошо, что мне здесь выпал Инфернус Тачка, конечно, довольно быстрая, но... Эм... Да, шипы и блокпосты Это тоже маленькая отдельная такая тема Окей Я, если честно, боялся проходить это задание Я думал, что оно будет самым сложным на сегодня Но в итоге добывание полицейской формы оказалось гораздо сложнее, нежели финальный побег из мола Хотя, возможно, мне просто повезло На этом строится вся рубрика по Вайсити и Сан-Андресу с одним ХП, в принципе Ну ладно, друзья, на сегодняшний выпуск это тогда будет последняя миссия В общем, да, я жду от вас комментариев по поводу покупки недвижимости Все сделаем, все будет в лучшем виде Так, все, перекрашиваем Лэнса и Томми Да, и все На этом серия заканчивается Ну что ж, работа по развитию бизнеса завершена Отлично, осталось всего лишь 5 бизнесов для финальных двух заданий Если вам понравился данный ролик, не забудьте оценить его пальцем вверх И подписывайтесь на канал, если вы тут впервые Видеоролики выходят ежедневно С вами был Спектр и Томми Версети Огромное всем спасибо за внимание Играйте в хорошие игры, играйте в хорошие моды Всем желаю удачного дня И, конечно же, всем пока